Тот партнер, которого мы ищем всю жизнь, тот партнер, чьей любви нам так не хватает, тот партнер, кого мы хотим любить, находится внутри нас. Это, если говорить языком юнга, это наш внутренний мужчина. И сколько партнеров во внешнем мире не меняй, кто бы не стал близок с вами, этот человек, который становится вам близок, который вы подпускаете к себе близко, этот человек, на него проецируется этот ваш внутренний мужчина. И все непрожитые траблы с ним, и все непрожитые чувства с ним, кармические, реинкарнационные, родовые, они все будут пытаться прожиться, кого бы вы не выбрали своим партнером. Если вы выберете дуала, то проживание будет происходить очень мягко, благостно. Если вы выберете конфликтера, это я говорю на языке соционики, проживание будет происходить очень бурно, болезненно, напряженно. Но никого, кроме того, кто есть внутри вас, вы здесь, снаружи, не встретите. Поэтому в данном случае мы говорим «женщина жизни», то есть мы предполагаем, что это говорит мужчина. Так вот, его «женщина жизни» — это его внутренняя женщина. Его женщина, которую он любит, — это его внутренняя женщина. Женщина, которую он ненавидит и презирает, — это его внутренняя женщина. Она там только одна. Ну или если говорить про внутреннего мужчины, он там только один. Это некий собирательный образ. И чем больше вы вычищаете свои отношения с партнерами, тем больше этот образ внутреннего вашего мужчины, я буду говорить все-таки, поскольку здесь большинство женщин, этот образ внутреннего мужчины все больше и больше похож на образ Бога. Он все больше и больше становится Богом для вас, тем, который вас любит, обожает, тем, который делает для вас все возможное и невозможное, тот, кто восхищен вами. Но для того, чтобы это произошло, этот процесс очищения и роста, мы идем по нескольким этапам, мы проходим несколько этапов. И первый этап – это принятие самой себя, такой, какая вы есть. И когда я говорю вам, такая, какая я есть, я говорю и утверждаю о том, что там я есть, только прекрасная. Я много раз слышала от своего учителя, что нужно принять внутри себя этот базар на колесах. Эти 3000 или 2600 или 3200 разные школы называют разные цифры, но, собственно, разница небольшая. Вот принять все свои субличности, и они там есть, и страшные монстры, и жестокие, и кровопийцы, и ведьмы, кто угодно. И я все это с удовольствием принимала, но внутри, когда я все это принимала, это все растворялось, и там внутри оставалась только я прекрасная. Куда бы я ни смотрела внутрь вас, я никого не вижу, кроме совершенно прекрасной божественной природы. Единственное, что в этой природе всегда будет четко функционировать – это соционика. Единственное, что я там всегда находила, что все это великолепное звучание, которое живет внутри вас, оно имеет свою мелодию. И эта мелодия уникальна, и тональность повторяется, но все вы уникальные, потрясающее звучание Вселенной. Ни одна женщина, ни один мужчина не повторяются. И когда мы забыли об этом, когда мы забыли о том, что мы с Богом одно целое, мы просто, ну, знаете, если Бог – это величайший композитор, исполнитель, музыкант, дирижер и все-все инструменты в оркестре, то я его – прекрасная песня о победе. Кто-то из вас – прекрасная песня о любви. Кто-то – прекрасная песня о силе жизни. Кто-то – прекрасная песня о тонкости чувств. Но все мы – прекрасные, идеальные, уникальные, неповторимые женские создания, которые забыли о том, кто мы. И отсюда, из этого забывания, произросла наша маска. Родились вот эти субличности. И там у нас есть этот бесконечный разговор с нашим внутренним мужчиной. И мы для себя его открываем, открываем, снимаем какие-то субличности и маски с него, пока не увидим в нем того Бога, который так понятен нам. Я не знаю, что вам сказать, девчонки, на тему того, кто наш Бог. Он наш дуал или он наш дождик. Я не берусь, пока я не такой специалист. В божественной соционике, но то, что он 100% или дуал, или дождик, ну, в этом я уверена. Может быть, на разных этапах развития, может быть, ну, и тот, и тот. Я не могу вам сказать, например, мой Бог сегодня и сейчас, мое мужское начало, сейчас тоже Наполеон, как и я. И мое женское начало, Наполеон. Это скорее про то, что про отсутствие даже дуализации, а про какую-то внутреннюю единство. Но насколько это долго продлится, я не могу вам сказать. Но раньше у меня был Бог мой дуал. То есть я чувствовала свое женское начало, как Наполеона, а свое мужское начало, как свое божественное. Он был всегда у меня умный, с ним было интересно. Он меня всегда развивал, нам всегда было о чем поговорить. И это главное, за что я ценила и ценю своего Бога. Но сегодня мое божественное очень решительное, такой, ну, короче, ведет себя по-напски. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео. И вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему. Спасибо.